книга открытым оком тема русский язык том 10 вопрос 2322 мне нигде не приходилось читать прослужения обновленцев чем они так перепугали приверженцев непонятного богослужения отвечает игнатий тихонович лапкин из книги богослужебный язык русской церкви страница 168 епископ антонин грановский цитата тихону ненавистны наши богослужебные порядки он душит в нас ту свежесть обряда которым мы дышим и живем он наш душегуб как представитель покровитель закоснелого отупевшего о механизированного выдохшегося поповства и мы отходим от его злобы отросая отрисая прах его от своих ног во имя мира и для единения в духе любви мы не должны в угоду тупости тихона отказаться от русского языка богослужения а он должен благословить одинаково и славянский и русский тихон неправ сто раз неправ преследуя наш обряд и называя нас сумасшедшими и мы во имя священного воодушевления своего во имя жизненной и нравственной правоты своей не можем уступить ему издаться это значило бы потворствовать человеческой близорукости узости обскурантизму корыстничеству и отдавать правду и свежесть христову на попрание отупевшему попов поповству конец цитаты на соборе союза церковное возрождение 1924 года была принята следующая резолюция цитата переход на русский язык богослужения признать чрезвычайно ценным важным приобретением культовой реформы и неуклонно вводить его как могучие орудия раскрепощения верующие мысли от магизма слов и отогнания суеверного раболепства перед формулой живой родной и всем общий язык один дает разумность смысл свежесть религиозному чувству понимая цену и делая совсем ненужным в молитве посредника переводчика спеца чародея конец цитаты страница 171 Антонин Грановский рассказывал как он предлагал в 1924 году верующим похлопотать у власти открытия одного храма но с условием принять русский язык и открыть алтарь верующие обратились за советом патриарху тихону и он ответил пусть лучше церковь провалится а на этих условиях не берите антонин говорил посмотрите на сектантов всех толков никто не устраивает своих молениях скворечников все католичество вся реформация держит алтари отгороженными но открытыми страница 172 антонин в полном архиерейском облачении возвышается посреди храма в окружении прочего духовенства он возглашает отвечает и поет весь народ никаких певчих никакого особого псаломщика или чтеца у всех ревнителей служебного благочестия и церковного устава волосы дыбом становятся когда они побывают в за иконоспасском монастыре у Антонина не слышать паки и паки иже и речи все от начала до конца по-русски вместо живот говорят житие но и этого мало и к тени и совершенно не узнаешь антонин все прошения модернизировал алтарь открыт все время в будущем он обещает уничтожить алтарь и водрузить престол посреди храма страница 182 чтение священного писания лицом к народу как в греческой церкви и чтение тайных молитв во все услышание книга деяний 1720 ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши посему хотим знать что это такое деяние 22 2 услышав же что он заговорил с ними на еврейском языке они еще более утихли господь иакова колодец посетил глубокий разговор разговор завел с распутной все тайники души ей осветил последней сложности вопрос ее распутал она узнала знаем также мы что бог есть дух а не иконный лик запишет иоанн ответ для той жены он воскресил и нас из под могильных плит он ищет поклоняющихся в духе презренной самарянки вдруг открыл себя вселенная ее удел теперь не кухня за благовестницей шпионят и следят ее судьба житийная известна фатиной звать по нашему светланой всем милая сестра христу она невеста замужняя одна ли не это ныне главное униженная как она раскрылась в свидетельстве иисуса прославляя благоуханию словес ее дивилась вселенная от края и до края те жены первые подобно магдалине с мужьями вместе или же одни евангелие сеяли до ныне примером на века апостольские дни куда же провалились те колодцы что сделались что сделалось со спутницами света их запечатали по кельям с похотью бороться как бога слушаться и гумень из советов у них отняли мыло и виходку и прочее что чистоту хранит слепые без писания монастырям находка упрямство в этих жонах крепче чем гранит переодевались под евнухов кастратов и причащались под именем чужим колодцы лжи театр теней бесплатный род женский сможешь ли проснуться и ожить 19 сентября 2004 год Игнатий Лапкин баку и Продолжение следует...